Для студенток Ани и Насти электропила стала художественным инструментом. С ее помощью они уже несколько дней выводят контуры ледовой скульптуры и придают ей объем. В фестивале они участвуют в первый раз и опыта работы со льдом у них не было. Говорят, учились на подсказках от опытных коллег. Нам объясняли, как работать с инструментами, в целом подсказывали. Ну и это оказалось не так страшно, как мы предполагали. Ну это все интуитивно понимается, так что довольно просто оказывается работать. Уже придумали, куда потратить эти деньги, которые еще не выиграли? Да, на квартиру. Ну не в плане купить, а в плане опустить аренду. И тут от места зависит, сколько месяцев мы оплатим. Для участников фестиваля на Ирыгинскую набережную с озера Песчанка завезли 20 ледяных блоков размером 1 на 2 метра и весом больше тонны каждой. Командам предстоит визуализировать образы из произведений Александра Сергеевича Пушкина. Организаторы говорят, работы конкурсантов отличаются от скульптур, которые традиционно находятся на новогодних площадках. Здесь более утонченные работы. Здесь такое невандальное. То есть здесь легко можно само даже отколоться. Такое утонченное делают, как у скульптуры. На городских елках там более антивандальное, чтобы не упало, никого не придавило. Работа над ледяными фигурами еще не закончена. А у всех участников есть время до пятницы, чтобы сделать последние штрихи. Но свою оценку уже сегодня дали местные жители, которые часто прогуливаются по набережной. Это все надо вырезать. Это же такой труд. Каждую детальку нужно все это подготовить. Не знаю, как по эскизу делать или как. Ну молодцы. Молодцы, что не зря учатся. Я решил проверить на себе, насколько это тяжелый все-таки труд превращать ледяные глыбы в искусство. На призовые места я не претендую, но все-таки попробую что-нибудь изобразить. Естественно, ничего художественного не получилось. Намного больше шансов имеют участники фестиваля. Их работы будет оценивать жюри, в состав которого войдут опытные специалисты по ледовым скульптурам. За первое место команда получит 50 тысяч рублей, за второе 40 и за третье место 30 тысяч рублей. Горожане тоже смогут выбрать своего фаворита во время онлайн-голосования в группе ВКонтакте «Окно в культуру». Автор произведения получит приз зрительских симпатий. Закрытие фестиваля состоится 20 января в 17 часов, но после этого скульптуры останутся на месте. Павел Горшанов, Сергей Польшаков. Новости Прима.